Новгородские дорожные полицейские сегодня позвали на помощь главного распорядителя новогодних торжеств в компании Деда Мороза. Сотрудники ГИБДД устроили познавательный праздник для семей с детьми. Он висит между двух обор. Света фокс. Вам сразу дочитать не дали. Да, он у нас первое вечер. Полицейские уверяют, Дед Мороз настоящий, свой собственный с особыми загадками, ни одной из которых, впрочем, дочитать до конца ему не удалось. То ли загадки простые, то ли дети в правилах дорожного движения подкованы. Впрочем, оживление в зале царило еще до появления главного волшебника. Интересно, зачем все-таки пришли и дети, и родители? Не за сладостями же. Ну, чтобы ребенок посмотрел. Он так интересуется полицией и вообще машинами. Одновременной полицией машина. А почему тут полицейский Дед Мороз? А будет? Сегодня гости прибыли из Новгородского областного центра многодетной семьи. Впрочем, такие образовательные экскурсии сотрудники полиции ежегодно проводят для разных категорий юных слушателей. Главная цель – напомнить о том, как нужно вести себя на улице и снизить тем самым количество ДТП, в том числе и с участием детей. Впрочем, самим детям оказалось интересно совсем другое. Мне понравилось очень. Что понравилось больше всего в этой машине? Понравилось мигалки, рация, гудки. Серьезная техника, правда? Да. Очень нравится. Мне даже это дали там посидеть. Советую всем. Посидеть в машине полицейского? Да. К слову, маленькие гости добрались не только до водительского сидения. В их распоряжении сегодня оказались мигалки, сирена, бронежилеты. Ну и на закуску новинка экскурсии года 2020-го. Самый большой помощник полицейского Деда Мороза – настоящий БТР. В общем, впечатлений у детей, да и у родителей точно хватит надолго. Но главное не это, а все-таки профилактика дорожно-транспортных происшествий. С загадками мальчики и девочки справились. А как насчет эффективности такого творческого подхода в целом? Это работает. Во-первых, направлено на это мероприятие не только на детей, но и на взрослых. Чтобы они, еще раз, даже если дети не видят нас, что по телевизору вы покажете, они могут посмотреть взрослые, а также детям своим эту информацию донести. А информация несложная. Переходить дорогу в положенных местах на разрешающий сигнал светофора, передвигаться по тротуарам и помнить, что играть на проезжей части – плохая идея. Для этого есть другие, куда более интересные и безопасные места. Наталья Хмелева, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.